Сегодня утром вот такие костры запылали по всему Израилю. По традиции в канун праздника Песах положено сжечь остатки квасного. Вот и несут к огню уцелевший к этому дню ломтик хлеба, какое-нибудь печенье, остатки муки. Иерусалимский муниципалитет по всему городу развез к этому дню железные короба, чтобы в них люди могли развести положенное пламя. У этого обычая есть глубокий смысл, который когда-нибудь станет известен детям, а сегодня их привлекает сам огонь. За 20 тысяч шекелей Хусейн Джабар, бизнесмен из деревни Абу-Гош, близ Иерусалима, приобрел все квасное – хамец, имеющийся на территории государства Израиль. Договор был подписан в канцелярии Беньямина Нетаньягу в присутствии главных раввинов Израиля. Сеть кафе «Бен энд Джерри», торгующая мороженым, выпустила новый вид лакомства – хоросат, с использованием яблок, вина и корицы, то есть тех продуктов, которые украшают пасхальный стол. Взрослые хорошо приняли новинку, а вот дети как-то не очень. Есть над чем работать. В Иерусалимской русской городской библиотеке прошел вечер, посвященный творчеству современной украинской поэтессы Анастасии Дмитрук и, в частности, еврейско-украинским культурным контактам. Вечер вели композитор и фольклорист Дмитрий Киревич и лингвист и историк Абрам Тарпусман. На початку коротеньки слова про Анастасию, украинскую обувь. Уродженька Мижину, что на Чернигивщине, Настя с 10-ти роков мешкает в Киеве. Конечно, на культурных явлениях сегодня лежит кровавый отпрыск. И мы не случайно обратились к творчеству молодой киевской поэтессы Насты Дмитрук, пишущей по-русски и по-украински. Вечеря приняла участие первый секретарь посольства Украины в Израиле Олена Иванчук. А той вещь, который сделал ее известную свиту, это даже в основном на Танезии выразил, он открыл ее свиту и открыл свит для нее. Затем выступили собравшиеся. Мне лично, никаких моментов я называть не буду, приходилось слышать от очень известного израильского поэта, русскоязычного, конечно, который сказал, это спор славян между собой. Он процитировал Пушкина, о чем жмите вы народные и так далее. Древний спор славян между собой. А на Идыш в таких случаях говорят, мир зайных борца, мид копен ванд. Мы в стороне, бейтесь головой об стенку. Это не так. Это не так. Я обратил внимание, что героиня нашего сегодняшнего вечера, которая здесь не присутствует, к сожалению, она пишет на двух языках. И она делает это ненамедленно. Она выросла в обстановке поликультурности, новокультурности. И Анастасия как раз и живет на стыке культуры и работает на стыке культуры. Ее стихи, и вот это самое знаменитое, никогда мы не будем братьями, Это тот высочайший душевный взлет, высочайший накал творчества, который становится в разные исторические эпохи символами той или другой исторической эпохи. Щеподий на Майдане мали такой безпосредний вплив на русско-умовное еврейство в Израиле. Вам интересная информация. Оказывается, в Юерусалиме живет автор вольных переводов Высоцкого на украинскую мову. Фамилии его мы не знаем, его только два человека, а его представители знают его фамилии. Он издал книжку, як бы спевав по нашему Васойскому. Фамилии Фамилии Фамилия Фамилии Фамилии Девушки отдыхают Иосиф привозит своих сыновей, Фраима, Минаша к Якову Яков уже хочет уйти в другой мир И цель, чтобы Яков их благословил Там знаменитая сцена, когда Яков перекрещивает руки Кладет правую руку на голову младшего сына То есть Фраима, левую ногу старшего, то есть Минаша И Иосиф говорит, что нет, отец, это не так А Яков объясняет ему, что нет, что так нужно в данном случае Лебавичская Рябия в одной из своих беседок раскрывает эту, скажем, небольшую загадку И это, в принципе, дает нам некий алгоритм человеческого поведения Заключается это в следующем По своей природе Минаше консерватор, он хранитель традиции И вот, так сказать, одной из его черт Я уж не знаю, как назвать человеческих, природных, генетических Это сила, сила физическая, биологическая сила Я уж не знаю, у меня, к сожалению, нет подходящих для этого слов В общем, это человек, который несет род, что он называется Эфраем по своей природе Человек дерзновенный, исследователь, человек, который, так сказать, ищет Который проникает вглубь В данном случае под дном океана имеется в виду Египет Который называли наши мудрецы странным местом Земли И вот Эфраем, вслед за своим отцом Иосифом Он спускается в Египет Это не значит, что он заражается Египтом В этом как раз и есть главная опасность Вот почему, наверное, Яков, одна из причин, почему Яков благословил Ефраема первым Потому что заразиться от Египта ничего не стоило Это была страна с, скажем так, с высокой колдовской культурой, допустим И при этом у Египта была сила У него был Нил, у него было зерно У него, значит, были урожаи Благодаря Якову эти урожаи, так сказать, голод пропал Азабилия вернулась и так далее, и так далее И здесь возникает как бы некая такая цепочка Некоторые два звена Значит, это первое звено, это Эфраем, который ищет И второе звено, это Минаша, который держит И вот пока они вместе, пока эти два брата вместе Они как бы поддерживают друг друга То есть один из них, он проникает в Египет Познает Египет Пытается очистить Египет А второй сохраняет еврейство И дает как бы некие силы Для того, чтобы дальше Эфраем продолжать свои поиски Я думаю, что, в принципе, несмотря на очень большую простоту Той фразы, этих двух фраз, которые я сейчас сказал В этом, собственно говоря, некая формула, которая очень важна нам сейчас в нашем мире Потому что до сих пор мы придерживаемся еще старых стандартов Где тот, кто ищет и дерзает, тот, значит, молодец герой Тот, кто наоборот держится за старое, тот консерватор и дурак Хотя на самом деле это две совершенно неразрывно связанных вещи Как только они разрываются, тогда наступает, становится плохо и тем и другим Потому что когда, скажем, наступила Октябрьская революция С ее хаосом и беспределом То было плохо и полицейским, которых убивали неизвестно за что И интеллигентам, которые, так сказать, занимались поисками Я уж не знаю, кто Блок, Куприн, кого еще можно назвать Которые тоже, в общем, не могли жить в этой дикой, одичавшей стране Поэтому вот эта цепочка, она, как бы, держит мир Это не значит, что, значит, вот в этой формуле уж все так Но, во всяком случае, это одна из тех скреп, духовных скреп Которым сейчас бредит Россия, все время скреп и всякие Вот это одна из скреп, которые мы можем найти в Пятикнижии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok